здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор а сегодня мы будем разбирать бориса надеждина а я уже давно собиралась это сделать но когда он пришел в гости ксении собчак конечно же сам бог велел она у кроме того мы вы прекрасно знаете мою гражданскую позицию и я наблюдаю за ним с огромным интересом ну давайте смотреть что же он на самом деле нам поведал и стоит ли ему верить ну я так понимаю что самый главный вопрос у многих из вас давайте включаю первый фрагмент и смотрим на его невербальное поведение сначала у нас невербалика потом я немножечко за загляну что называется в астрологию давайте смотрим вообще все это моя компания это какая-то цепочка чудес если бы я был человеком таким знаете выцерковленным верующим я наверняка думал что какой-то господь послал мне доброго ангела и он меня ведет через все знаете как такие картины средневековый ангел такой плупутник он выводит из чаще как все было идея выдвигаться в президенты россии пришла мне в голову абсолютно спонтанно и видите какая эмблематическая оговорка вот здесь вот я прям четко спонтанно и вот я просто заявляю что здесь нет ничего спонтанного это все пришло к нему я даже скажу да ты когда пришло в конце этого разбора мы заглянем в астрологию и там прям четко начало и конец вот этого всего спонтанного ну знаете она обычно спонтанно и приходит вот такие вот вещи которые рождаются на аспектах определенных планет которые я покажу они как раз спонтанные появляются и человеку кажется возможно что это спонтанно но вы видите как реагирует его тело а тело это как раз бессознательные процессы которые человек сознанием не понимает но вот на уровне сознания возможно он и думает что это получилось спонтанно но все равно тело выдает что это не спонтанно а значит вот говорит да ну качает нет видите как четко идет нет а потом все таки да ну то есть он сам сам толком не понимает как это ну ну действительно это это рождается действительно спонтанно вот когда многих из нас вот если спросить вот по поводу таких вот важных событий мы как бы спонтанно вот у меня тоже было например когда я переехала в турцию я как бы спонтанно это сделал но на самом деле когда я анализирую я понимаю что много всего я делала для того чтобы все-таки уехать жить к морю да и вот так получилось как бы спонтанно но человек к этому шел понимаете мы бессознательно все про себя знаем вот это вот самый важный момент и тело никогда не врет даже когда хочет понимаете даже когда сознанием мы себя в чем-то убеждаем прямо на заседании центральной избирательной комиссии в июле месяце а в июле месяце вот их как раз эту дату я вот кстати сейчас ее только прислушалась и поняла вернее как я да я даже я вам потом покажу покажу это вот прям по по планетам там как раз это все и сходится действительно это как бы спонтанное решение возможно он его таковым считает но бессознательно тело говорит о том что это решение пришло не спонтанно понимаете да поэтому вот такие вот интересные вещи мы узнаем когда начинаем окунаться в во-первых в невербальное поведение во вторых в астрологии ну астрологии ладно пока не буду трогать вот что касается невербального поведения и если вы хотите вот хотя бы немножко прикоснуться вот к этому всему что тело говорит на самом деле а у меня под видео есть ссылочки на курс и по значит по жестам и по эмоциям вот это вот минимальный такой наборчик который поможет вам ориентироваться в этом в обычной жизни потому что тело никогда не врет вот в чем дело да а значит и так дальше следующий фрагмент включаю представьте себе что центр избирком регистрирует остальных кто как бы собирал подписи видите вот то что он сейчас говорит и он это иллюстрирует жестами это жесты иллюстраторы и получается что вот эти жесты нам выдают эмоциональную вовлеченность то есть сейчас то что он говорит я ему верю не регистрирует единственного человека сбор подписи за которого видел не просто вся страна мы собирали подписи все они больше чем 100 городах 75 регионов россии я убежден что центральная избирательная комиссия тоже будет соблюдать сто процентов все законы где написано что она абсолютно свободно никому не подчиняется принимает решение по закону да в конструкции которые вы рассказываете да зашита какая-то странная история под названием что все на самом деле не так на самом деле собираются какие-то чиновники в кремле если это так то легитимность выбора чему равна ну вот смотрите а здесь уже невзирая на его иллюстраторы пошли паузы в речи пошло пошла меньше эмоциональная вовлеченность он немножечко отклонился выставил лоб спрятал челюсть то есть здесь он уже говорит более осторожно понимаете надеюсь что это не так приподнимает челюсть сжимает губы и потом руки в паховую область определяет то есть это опасно и причем не знаю видите обратили внимание немножечко так плечиком не знаю то есть вот здесь вот уже пошло минное поле и здесь он уже говорит более осторожно то есть вот то что он говорит про сбор подписей здесь он на сто процентов уверен в этом и вот это его мощный аргумент и здесь он иллюстрирует по максимуму а что касается решения чиновников здесь уже ему приходится быть осторожным и идти по минному полю здесь уже опасно идем дальше следующий фрагмент я сезурусом представляю как такой пиар знаете отняли квартиру в панельном доме ну слушайте все равно всегда нужно идти давайте так у нас служба серьезная найти видите а здесь все-таки сжимает губы поднимает челюсть отклоняется и закрывает лацкан пиджака вот он прекрасно понимает с чем он играет он действительно играет с огнем и невзирая на то что действительно у него может быть взять нечего но он хорошо понимает в какой стране он живет но он ну скажем так вообще конечно же я я сравниваю его поведение с поведением героя который вот просто ложится на амбразуру своим телом вот я я знаете можете меня забросать камнями но для меня это действительно большая надежда и ну из фамилия соответствующая я очень надеюсь что все-таки все будет хорошо очень хочу этого очень но я все-таки объективно буду на это смотреть и здесь мы видим что все-таки страх присутствует при всем при том что он готов идти до конца страх присутствует закрывает одежду да то есть лацканы пиджака не как раз иллюстрирует то что человек боится он хочет отгородиться метод давления на любого человека уже сами пенсии всегда можно вы заметили наверное в этом видео про и очереди который стоит подпись подписывать да и на встречах я прихожу на встречу собирается полные залы все-таки там люди сильно моложе меня я с ними разговариваю на встрече понимаете чем хитрость молодежи вот эта история под названием россия особая страна мы скрепные а на западе проклятые геи и лесбиянки там что-то еще и это угроза для нас потому что это страшно же что геи захватят страну там она не заходит совсем я просто поэтому пытаюсь вот как опытному человеке и опять закрывает пиджак он понимает с чем он играет он понимает что этот вообще месседж забросил кто этот месседж забросил да кто это вообще информацию эту культивирует в наших сознаниях и он прекрасно понимает что он говорит да он говорит очень опасные вещи для россии сейчас это безумно опасно это просто вот знаете вышел и ну ну вот такое говорить конечно же но без это реально это правда но эту правду сейчас говорить нельзя и он прекрасно понимает что он делает поэтому вот это вот закрывает пиджак потом проговорил да и закрылся куда же сейчас не то есть вот это вот закрывание пиджака и и губы обратите внимание губы сжал закрывает пиджак и то что он говорил он говорил с иллюстраторами любой здравомыслящий человек не затуманенный вот этими вот мы как пропагандой да он действительно это прекрасно понимает и вот здесь вот он сказал здравые вещи и закрылся пиджаком потому что ему страшно это это бессознательные процессы это ну как бы никуда от этого не деться и тут как бы все понятно как кандидату к вам обратиться голосуют за надежду я ложусь за символ как вот я знаю точную пропорцию будем их межсоциологии есть там уже известно там какие рейтинги все такое там в том числе задавался вопрос вы когда ставили подпись за надежды вы как бы действовали что вы знаете надежды на за него или просто но я человек простой меня это не напрягло 12 процентов только людей ставили 12 процентов ставили подпись потому что знают надежды на поддержку кому-то остальные 88 надежность вообще не причем на и действительно видите и лацком пиджака и там отклоняется то есть конечно он прекрасно понимает что из-за него лично никто в общем-то толком не голосует голосуют за точку зрения за то чтобы война наконец остановилась вот за что голосуют и поэтому конечно же он прекрасно понимает что он то в общем то ну как бы здесь просто 10 на десятом месте вот лично он и это здорово что он как бы не не строит иллюзии что он такой великий да и дай бог чтобы он и дальше так считал и дальше с этим жил нормально потому что ну часто люди идут для того чтобы свои какие-то амбиции удовлетворить а здесь вот человек действительно как бы понимает прекрасно что амбиции здесь не удовлетворить идем дальше следующий фрагмент то есть на первом месте для него дело нежели свое эго вот вот это вот для меня было очень важно и здесь он да и безусловно вот это вот реакция тела до что да ну как бы вот себя совсем задвигать как бы не очень удобно и все равно вот это вот вызывает какой-то дискомфорт и соответственно он закрывает лацком пиджака да ну понятно что здесь как бы такие такая ситуация да он просто оказался в нужное время в нужном месте вот и все дальше следующий фрагмент ну вот есть некий человек который был заинтересован в вашем участии и это алексей грунт ну вы разве не читаете пресс смотрите как ксения красивенько пытается внедрить какую-то мысль смотрите прячет челюсть а почему она это делает да потому что у нее нет сильных аргументов когда есть сильные аргументы человек наоборот идет в наступление именно челюсти а здесь она челюсть прячет и такая ну типа вы же вы же должны понимать да то есть уже аргумент не сам аргумент а вы же должны понимать а аргумент уже манипуляция да то есть вы же должны быть в курсе и выставляет лоб это упрямство все-таки ей нужно эту мысль донести ей нужно это проговорить невзирая на то что сильных аргументов нет но она вот чисто через упрямство и здесь еще улыбка такая хитрая идет видите как бы как бы дай мы все прекрасно понимаем да я с большим уважением отношусь ко всем руководителям администрации смотрите как а ладонью вниз и отталкивающий такой же все-таки я не не с ними да я к ним с хорошим с уважением да ну пожалуйста отгородите меня вот от этого включая ксих речи а вот смотрите ноздря ноздря это очень интересно она вообще что касается носа через нос мы получаем самую тонкую и самую точную информацию потому что но вообще нос это такой уникальный наш инструмент с помощью которого мы определяем вообще абсолютно все вот знаете когда вы приходите в новое место и думаете блин я хочу здесь жить или я хочу здесь работать или вот на и начинаете встречаться с человеком и не можете понять почему вас так тянет к этому человеку да всему причина именно запахи мы по запахам определяем абсолютно все и эта информация которая скрыта от глаз мы не видим вот заходим мы в помещении не хочу я здесь находиться и все хоть ты тресни да а оказывается что там где-то что-то например воняет да там не убрали вовремя там или спрятать до дохлого кота я или там что-то еще спрятать да но войдя в помещение мы сразу почувствуем что мы не хотим здесь находиться а почему потому что нос он все четко определяет четко хочу не хочу вот делит вот это да да или нет и когда человек касается носа то он как бы ну вот именно вот таким образом обратите внимание он как бы закрывает ноздрю то есть мне не нужна новая информация в этом смысле да и вот таким пальцем указательным пальцем указательный пальцы палец это указующий жест да это руководство себе да то есть мне не нужна никакая другая информация я данном случае говорит его жест но есть им даже не знаком если никогда вот если с киренка действительно пил чай работала там созванивались периодически увидите вот по киренка пошли жесты а здесь я не хочу ничего знать об этом человеке да я не хочу не надо мне не я не хочу никаких подводных камней узнавать вот ксения пытается ему сказать что есть же подводные камни и вы об этом знаете да но он говорит нет из давайте ограничьте меня вот от этой лишней информации да я знаю этого человека о нем я расскажу а вот это а вот другой другой какой-то информации у меня нет и я не хочу ее знать самое главное позволили то здоровым я просто незнакомому просто через дальше следующий фрагмент я как генерал фельдмаршал суворов помните его то вытаскивали то обратно попал для какой я за эти 25 лет что я в телевизоре меня периодически что-то я скажу по меня нет потом я опять есть участник тут нет ладжем пиджака закрыл вам это позволяют делать у меня нет ответа на этот вопрос есть предположение главное предположение исключается в том что в россии часто действуют некий не форма видите по поводу носа я вам уже объяснила повторять не буду идем дальше больные отношения чем формально вы это прекрасно знаете да мы в своем канале кровавая барыня мне жена постоянно присылать какие-то цена ты тоже говорите много такого что обычная российская журналистка но 10 раз подумать чтобы сказать да умер он такая же ситуация просто вас по понятным причинам хорошо знают руководители страны да потому что ваш папа был начальником действующего президента мне повезло меньше мой папа не был начальником действующего президента но так сложилась моя жизнь что все основные персонажи российской политики меня лично хорошо знают понятно что никакой кандидат в президенты не может 96 тысяч раз расписаться значит с направлением поэтому все кандидаты набирают по 500 по 600 доверенных лиц это работает я соответственно написал всем когда там при всем всем вот их там сколько был путин кто-то из больших начальников боря ты молодец легитимность крутая фальсификации вообще никто не нашел двенадцатом году там я не говорю про отдельные регионы не будем показывать пальцем я говорю про основную россию москва санкт-петербург там так далее где мы смотрели эти а здесь вот по поводу легитимности здесь у меня есть вопросики но скажем так он сам себе закрыл ноздрю да сейчас это дело прошлое не надо в не новой информации а и закрывает латканы пиджака то есть сейчас возможно он что-то и знает но сейчас это не нужно говорить в данном контексте да ну как бы это лишняя информация и соответственно вот это закрывание ноздри видите как много интересных жестов можно понять вот между строк до между строк сколько информации проходит и в общем то это очень интересно а да но вот сейчас мы подошли к самому интересному фрагменту здесь вот я прям прям четко с помощью одного интересного жеста определила где он уверен а где он не уверен а именно это будет движение ног когда человек уверен он занимает большую большее место в пространстве большую территорию и соответственно конечности перри переступают вперед до большее место до занять когда человек в чем-то не уверен или хочет скажем сказать то что то что не совсем соответствует его убеждениям вот так вот я бы сказала на потому что там еще этом фрагментик один есть я вот прям со всего интервью собрала вот эти вещи когда он в чем-то реально не уверен он как раз ножки прячет и когда он говорит о каких-то вещах которых он совершенно вот просто вот не уверен от слова совсем он ноги прячет максимально далеко и вообще вот когда вот степень уверенности человека измеряется тем где находятся его ноги а теперь давайте смотреть за его ногами то и сидят эту надежде на уже очередь да докладывают бумажку им приносят показывают ваши фотографии там этих очередей видите нога вперед вот эта вещь которая как в которой он уверен и смотрите челюсть выше губы сжимают сжимает губы но не потому ну когда сжимает губы он прячет эмоции да ну эмоции могут быть позитивными и негативными и через вот это сжимание губ мы видим что все таки здесь прячется улыбка и радость да поэтому здесь регистрирует центрально сбирает на комиссию давайте борис больше понимаете как бы довольно странно вы же с умной публикой ой как как хорошо ксения пытается опять свои манипуляции пропихнуть да вы же умный человек но при этом через низко она понимает что аргументов то у него нету она не может может они есть но вот прям так в интервью эти аргументы озвучивать будет неправильно да и поэтому она так прячет челюсть как бы смущается да но пытается но вы же умный человек вот когда вам говорят что вы там работаете с умной публикой вот вот эти вот вещи это чистейшая манипуляция да то есть вас пытаются развести на то чтобы вы сказали ту информацию за которую потом прилетит вот эти она за вас и голосует ну все же понимают кому подчиняется цикл у вас есть смотрите какое наигранное удивление а почему я считаю что она наигранное а потому что слишком задержался в этой эмоции да вот когда мы в живой речи удивляемся говорим когда ты чё и дальше мы продолжаем а он как и держится вот это вот сигнал того что конечно же он прекрасно все понимает но озвучивать не будет вот это вот еще такой маленький плюсик 100 с точки зрения что действительно перед нами политик политики как раз они это любят делать да вот это вот иносказательность как у оруэлла 1980 почитайте там тоже вот про все это иносказательность очень четко описано боже упаси видите и задвинул ногу прекрасно понимает о чем идет речь но эта позиция маргинальная то вам точно нельзя меня снимать с дистанции потому что если вы меня снимете с дистанции выборов при том что все видели что за меня собирали подписи вы это как раз чиновник российский и признаете смотрите я обожаю ролевые игры ярость видите немножко все-таки ногу вперед да но пиджак видите как какой противоречивый же с одной стороны вы прекрасно понимает что за ним сила и действительно многие люди в россии его поддерживают и я бы даже сказала что большинство ну по крайней мере я так надеюсь что большинство людей его поддерживает потому что но это это реально здравая позиция да но смотрите с одной стороны это его сила с другой стороны ему страшно и он закрывает лацканы пиджака он прекрасно понимает чином драконом он борется и как только вы будете не вы там кто-то будет рассказывать по первому каналу что все это купленные бабки вот как раз эти рассказы и могут разжечь то против чего я выступаю смотрите указательные пальцы и голова втянута при этом челюсть опущена и качает головой нет да то есть что этот жест говорит да я сейчас прячу свою силу да но это же реально сила да это сила и выступаю качает нет то есть я выступаю до поры до времени вот против этого но вы же понимаете что с моей стороны тоже сила и и здесь вот и задвигает ногу конечно да пока не говорят мы прекрасно понимаем что это только пока мочилова явно начнется и она уже началось я по крайней мере вот и когда в яндексе забила надеждой новости и там вышли вот эти всякие статьи от каких-то бабок непонятных там которые вот прям ставят под сомнение там это что там люди стояли на морозе и говорят о том что там проплаченные уже ну в общем вся вот это вот билиберда про то что на самом деле он там его поддерживают как либералы вот эти заграничные ну и прочее ерунда которую хотя конечно внутренняя публика наверняка это потребляет и с удовольствием да ну ладно то есть вот это вот сейчас это травля она идет она понятно и он прекрасно это понимает что этого не избежать и поэтому задвигает опять-таки ногу дальше вообще вас там не существует реальности вообще забыл нет на рент и вы постоянно рассказывают что я все за деньги нет сушки я ему говорю дорогой дональд когда-то не так давно по историческим а вот смотрите здесь ксения его допытывает по поводу того как он будет общаться с президентом соединенных штатов и они предположили что это будет дональд трамп и посмотрите как он спрятал ноги и не выдвигает вот это говорит о том что на сегодняшний день о ну его позиция в этих вопросах очень очень шаткая и он пока не знает толком что как с ним общаться вот что касается очередей которые за него здесь он уверен на сто процентов да это его люди что касается вот этой позиции вообще как разговаривать с другими президентами после того как как наш драгоценный вв накосячил да здесь конечно же очень слабая позиция и ну как бы понятно что страна которую ты возглавляешь было английской колонии и помните американцы долго воевали чтобы стали независимые но теперь у вас с англичанами хорошие отношения что он не скажет он скажет да борис вся вот эта история которая сейчас нам транслирует на скрепы православие там и так далее она не заходит от слова совсем есть одна беда она связана с тем что владимир владимир действительно видите вот вот и задвигает ноги максимально задвигает обе ноги причем несколько раз задвигает и говорит о том что владимир владимирович гениальный политик но здесь конечно же он говорит ну во первых для аудитории которая поддерживает его а во-вторых конечно же высыпить бдительность но бдительность боюсь усыпить этим невозможно гениальный политик кстати лишь почем когда этот проект 11 года замечательно состоялся мне кстати благодарность путин вручил там на нем лично ты с кремлевских не помнишь типа да вот в этом он уверен и это для него тоже такой скажем бонус да потому что выборы в марте 12 года путина посчитали реально честно голоса но вот там где следит своими глазами видел как люди голосовали за путина видите голосовали за путина и скачает нет не знаю то есть на самом деле конечно же в эти как он не заходил в эти кабинки даст людьми и поэтому четко он знать не может но как бы вот по всем каким-то фактором он может быть это и видел что-то и видел и в данном случае он это говорит но как бы все равно ну вот это это такая знаете информация которая чисто для для того чтобы усыпить бдительность что ли а потому что как бы голосовали за путина или за кого-то еще или за васю пупкина он этого на самом деле вот он глазами этого не видел он ну может ему что-то говорили да ну как бы у него создалось такое впечатление но глазами он этого не видел поэтому вот такие вот эмблематические оговорки то есть плечо по и качает нет и ну как бы голосовали за или еще за кого-то но я не видел каких-то явных нарушений да вот вот что больше не сумасшедший даже в беларуси где куда более режим он уже ближе к тоталитарному такого масштаба репрессии все-таки нет да там речь идет о сотнях людей но не о сотнях тысяч до поэтому все нормально я вам еще больше скажу вот нога есть кейсы когда людей адские сроки приговаривает но вот девушка с кочленка переклеивала ценники в магазине ну вот да да конечно он говорит очень опасные вещи и при этом ноги задвигает вперед и знаете напоследок хочу фрагмент поставить который но меня честно говоря очень сильно скажем так зацепил вот меня зацепил я могу вы можете меня опять забросать камнями сказать что я слишком доверчивая и все такое но вот это меня реально зацепило вы когда вспоминаете прошлое у вас лицо вообще меняется моментально светится и вот видно что вы вспоминаете какую-то прямо очень классную крутую жизнь когда мы говорим с вами так про настоящее лица так не светятся ну потому что к сожалению то что в стране происходит у меня энтузиат сейчас в голову пришла мысль странная даже не знаю говорить и говорить а может быть более мне что-то такое переселилась меня в итоге то смотрите челюсть в сторону и удивление и и здесь действительно удивление мне вдруг везет так в этой политике вот в этом сюжете же рассказал первое чудо 2 до более это борис немцов может в этом месте какая-то есть я не знаю но мы сборе были очень близки даже их но наши пути как бы разошлись потом он совсем ушел в оппозицию так давайте так вас с него на землю он звонит вам завтра кириенко и говорит борь сворачивает компанию посмотрела интервью собчак да в общем вот такая вот история но все-таки что могу сказать мне очень хочется верить этому человеку и хочется верить все-таки в успех этого безнадежного дела да действительно дело безнадежное но но как говорится хоть в мистику уже поверишь да давайте теперь немножечко перейдем на космограмму и что мне здесь показалось интересным но не буду очень много рассказывать мне было очень интересно посмотреть где у него находится узел во первых узел у него находится в ракете это семейные ценности северный узел находится в раке значит он реально человек с семейными ценностями должен быть то есть его предназначение в том чтобы вести ну вот тех кого он ну сможет во первых самому прийти к этому а во вторых возможно кого-то к этому привести до и получается что его вот это предназначение она очень хорошо вписывается в дух того что сейчас нам требуется это действительно семейные ценности это родина это патриотизм в хорошем понимании а в противовес ему наработанные предыдущие воплощения да получается он хорошо наработал навык администрирования дисциплины каких-то амбициозных устремлений то есть сейчас ему от амбиции надо максимально от отказываться до идти в сторону душевности и ну по крайней мере я у него это увидела я увидела что человек действительно идет по этому пути да безусловно там вот все вот эти комментарии что он там проплаченный западом и прочее прочее но мы прекрасно знаем как фашистской германии все это происходило поэтому ну как бы это фоном идет но я увидела в нем вот эти семейные ценности и увидела в нем действительно то чего нам всем сейчас не хватает поэтому но вот с точки зрения его предназначения да я вижу что человек действительно придерживается этого предназначения для него это не пустой звук кроме того конечно же ну да безусловно это понятно что узел он в знаке находится очень долго там около полтора года поэтому люди рожденные вот плюс-минус полтора года до в относительно его у них у всех такое предназначение поэтому может быть даже любой кто вот примерно его возраста да он ну как бы подошел бы на это но это очень хорошо радует а дальше следующее что хочу сказать это вот что сейчас происходит на небе да вот какие у него плюсы и минусы и что сейчас происходит в жизни этого человека вот с точки зрения аспекта трансурановых планет здесь действительно очень важны трансурановые планеты потому что это дух времени который вмешивается в судьбу каждого из нас да и это очень важные такие события и у этого человека сейчас прям сейчас идут несколько таких вот очень важных моментов но первое это квадрат от плутона к лилит и знаете сейчас я вам прям ну вот покажу вот это вот видите к его лилит идет квадрат от плутона и от меркурия плутон и меркурий у нас так плутоны меркурий где у нас да вот плутон подождите плутон а нет что я смотрю это же от трансурана от этого от транзитных планет я у него в натальной карте пытаюсь увидеть объединение плутона и меркурия сейчас как раз плутон рядом с меркурием находится на небе да и вот они вместе аспектируют его лилит плутон это дух времени это власть это знаете вот настоящее настроение вот пространство да вот вот это то что невозможно предотвратить вот это вот та-та троп который идет и он сейчас объединен с меркурием меркурия меркурий это сознание это интеллект это информация то есть сейчас вот этот дух определять объединился с с информацией да и он как раз встал в квадрат к лилит нашего героя лилит это слабое звено лилит это . скажем так вампиризма до лилит у него находится в скорпионе то есть в скорпионе это скорпион это умение все бросать это умение как сказать это умение трансформироваться не держась за прошлое просто вы знаете как тот же самый базаров помните который говорил что надо все разрушить а потом нам на этом месте новое построить вот это как раз умение не хвататься за то что отжило да это вот это смерть и преображение трансформации и возрождение да это как птица феникс и вот в данном случае конечно же получается что человек все время возможно да так как у него здесь лилит он боялся все бросать и поэтому у него ничего не получалось но обратите внимание вот этот шаг который он совершил это как раз и есть ну вот готовность к трансформации да это это действительно героический поступок и вот это как раз в духе скорпиона и здесь вот или пан или пропал и конечно же то что это в квадрат встала вот эта вся история да здесь вот прям вопрос будет решен очень острой научился ли человек реально все бросать научился ли ну может ли человек реально рискнуть всем и вот здесь вот конечно же во многом будет зависеть от него но самое интересное я вам покажу по каким датам это происходило и вот здесь у меня как раз и на он помните произнес дату в июле месяце мы сейчас это это все помним да то есть вот этот квадрат он образовался но от плутона он как раз вот покажу вам меркурий он побыстрее идет поэтому а сейчас именно вот сейчас он еще и с меркурием да ну плутон он сам по себе ну как бы вот само соединение с плутоном она очень важно дальше следующее а меркурий квадрат лилит это тоже вот получается сейчас значит что у нас плутон квадрат лилит власть против его пороков и слабостей да здесь вот как раз важно научиться отпускать дальше меркурий квадрат лилит это информационная война которую на которую он должен сейчас минимально обращать внимание да и мы с вами если мы его поддерживаем то минимально вот на это надо отвлекаться дальше оппозиция марс узел от марса получается транзитного идет к его узлу то есть идет энергия борьбы против его предназначения то есть его предназначение это семейные ценности но все будет вот все против него но радует что марс он быстрее идет чем плутон поэтому вот сейчас именно сейчас идет вот это прощупывание его слабых мест и будут будут удары на него наноситься это вот сто процентов но есть и хорошие аспекты это нептун в секстиле к этому к меркурию то есть с его стороны это интеллект с со стороны пространства будет получается будут обманы а будут какие-то иллюзии да может быть но здесь же понимаете это нет нет нептун это очень глубокая энергия эта энергия божественная это энергия вот прям самая из самой глубины бессознательного это вот самая-самая глубокая что никто не осознает не может никак измерить не может никак прочувствовать это вот то что ну может восприниматься как обман а может быть и проведением понимаете и вот здесь вот как раз проведение на его стороне по его интеллекту да по его каким-то вот возможностям высказывать свое мнение да вот здесь вот как раз идет поддержка высших сил и поэтому ему так везет понимаете теперь вот я вам специально сейчас даты выставлю которые вот по всем этим вещам до которые сейчас идут у него вот смотрите а плутон в квадрате слилит я вам обратила внимание вот на этот квадрат да и посмотрите когда он начался март июнь двадцать третьего года началось это все ну вот как раз летом двадцать третьего года у него возникла эта искорка идеи понимаете ну а там плюс-минус может быть но немножечко потому что ну как бы мы не знаем времени рождения хотя в принципе ну вот чуть-чуть она может немного не совпадать но все равно вот эта идея появилась летом двадцать третьего года вот этот вот этот вот аспект да начал работать потом он ушел и начался он опять 11 января двадцать четвертого года ну прям четко еще раз включился и до 18 марта 24 то есть получается что вот это сейчас именно четко вот по выборам да идет вот это вот соединение и заканчивается сразу после выборов до дальше это еще не закончится эта история пойдет дальше 17 июня 24 до 28 сентября 24 будет еще одно такое касание то есть еще будет какая-то история где будет еще проверка на его способность все бросить до на дальше октябрь 24 и до января 25 будет еще касание и сентября до ноября 25 еще одно касание видите сколько касаний и это у него только началось вот человек что называется попал между молотом и наковальней и мы все будем наблюдать что будет происходить с этим человеком но позитивные аспекты здесь тоже есть и они начались вот с мир значит вот это соединение от нептуна к меркурию который я говорила до поддержка высших сил с мая до августа 22 года и я предполагаю что это как раз вот когда мы все опомнились что происходит да вот в двадцать втором году феврале это началось и вот я помню как какое было у всех состояние и вот как бы в этот период у него ну что называется открылась второе дыхание он понял что если не я то кто да то есть вот это вот он почувствовал вот эту силу понимаете вот то что он сказал про немцова да вот в этот момент он видимо как-то ощутил вот это эти вибрации да потом март-апрель 23 года тоже вот эти вибрации да были и дальше 6 0 9 23 до 23 0 2 24 ноут уже заканчивается этот аспект а значит что еще какие но мы не учли уран который хоть и не в аспекте сейчас но он находится рядышком например с меркурием а вот он уран транзитный а уран эта планета неожиданности эта планета новых технологий это вот самое такое знаете вот этот джокер который в нужный момент выходит и вот этого мы не учли то есть что касается ну скажем так плутона плутон и нептун мы поняли их позицию до нептун поддерживает плутон мочит да и плюс и минус а что касается вот урана мне интересно было про наблюдать и так под урана получается что уран в квадрате с сатурном сейчас там как раз проходит туда-сюда июнь август 23 года вот как раз вот в этот период когда он принимал решение был еще уранского в квадрате с сатурном помните он сказал июль 23 года то есть получается что он опять таки было два квадрата до от плутона и от урана и один вот у нептуна то был хороший аспект секстиль а значит дальше уран квадрат сатурн сентябрь ноябрь 23 а и 4 апреля до 5 мая 24 года получается что вот эта квадратура тоже может принести какие-то неожиданные события вот что у него в жизни происходило вот в эти даты поэтому мы можем понять какие-то будут события сейчас да потому что еще впереди еще одно касание да то есть вот эти два касания кто в курсе ну вот что он в эти периоды делал мне интересно напишите пожалуйста в комментариях а дальше но уран еще и встанет скоро на меркурий вот это вот как раз в плане информации придет какая-то неожиданная информация и когда же это произойдет а именно это произойдет 8 июня с 8 июня до 22 июля 24 потом с 12 октября до 27 ноября 24 и со 2 апреля до 1 мая 25 года вот мы будем свидетелями какой-то неожиданной информации о нашем сегодняшнем герое и уран в секстиле с узлом получается когда это будет июнь июль сентябрь 23 а вот как раз получается смотрите было два вот на момент его принятия решения до было два негативных и два позитивных аспекта до на уран секстиль узел июль сентябрь 23 вот как раз вот прям все сходится к тому что именно вот в июле он должен был принять решение потому что самые судьбоносные вот эти всякие соединения они как раз вот в этот период происходили значит 23 год потом 7 0 5 8 0 6 24 год но это вот от и до да вот в эти периоды и дальше с 30 ноября до 24 до 27 марта 25 то есть вот в конце 24 и до марта 25 вот этот уран секстиль узел здесь как раз будет неожиданное что-то что касается его предназначения будет какая-то неожиданная но скорее всего позитивная информация к нам придет потому что ну как бы секстиль это хорошее соединение но опять таки ему очень важно сейчас держать вот это вот настрой держать вот именно желание действительно повернуть мир в сторону семейных ценностей понимаете вот его предназначение в этом и вот пока он будет вот собой готовым пожертвовать пока он будет вот так смело идти вперед все будет хорошо как только плутон увидит что там кто-то замешкался да вот плутон в квадрате слилит сейчас как раз идут аспекты поэтому сейчас вот человек идет просто по лезвию ножа что касается его искренности я вот честно говоря я верю ему вот как хотите можете меня забросать камнями можете сказать что за соломинку хватаешься но вот я по-человечески очень хочу верить ему и я надеюсь что в плане узла он не задержался вот как проще всего людям всем вообще проще всего остановиться на том опыте с которым люди приходят да они приходят с опытом южного узла а южный узел у него в козероге это бездушный карьерист да но в этой жизни у него северный узел находится в раке это нужно пройти вот это к противоположной стороне да и вот насколько его моральные ценности они соответствуют вот этому пути да вот это вот я я чувствую что у него это есть и он уже прошел вот это вот вот эту оппозицию да он перешел на сторону добра что называется вот ему реально на сторону добра нужно переходить у него есть опыт в плане карьеры да у него прекрасно кстати то что у него сила находится в деве дева это как раз вот дотошный такой мозга клюй мозга клюй который вот докапывается до каждой мелочи он знает все пункты закона он он очень такой пунктуальный щепетильный это очень хорошо да вот он как раз и идет вот с этим да вот со своей силой в этой теме понимаете и здесь у него и плутон и уранту и белая луна то есть это очень хорошо ему может повезти в этом смысле причем не просто повезти а потому что он это знает он он просто сам по себе он очень до доскональный дотошные и вот вот это вот его может спасти и дай бог чтобы его это спасло что касается его ну вот я поставила дату выборов конечно здесь очень много аспектов и а я не хочу сейчас вот в это скажем здесь и хорошее и плохое и я не хочу сейчас ну вот прям делать какие-то ставки я очень надеюсь на хорошее но скажем так хорошее получится при условии если он ну вот нигде не дрогнет рука рука что называется и да безусловно он борется с очень мощной силой он просто я я не знаю очень хочу чтобы он победил вот чисто по-человечески очень хочу чтобы все было хорошо и у него для этого есть скажем так есть арсенал да есть плюсов много да и я надеюсь что все все будет так как добро победит да добро победит хотя конечно я понимаю что я сейчас выгляжу как фантазер и но все-таки лучше быть фантазером лучше надеяться на лучшее и я уверена что все таки все будет классно да дай бог чтоб он победил дай бог чтобы все получилось и мирным путем чтобы все реализовалась все самое хорошее то что все таки есть она есть и за плохим вот этим вот пластом до находится явно очень хорошая я я верю россии я верю в то что все таки мы выберемся из этого негатива который в которой мы попали из этой ямы да значит если вам интересно разобраться самим вот в этих транзитах кстати у меня в под видео будет ссылочка на курс по астрологии если вам интересно чтобы я вам помогла с этим пишите мне на почту светлана тире тире 2009 собака mail.ru я вам все расскажу как попасть ко мне на консультацию если в любом случае вот что касается этого кандидата до из всех зол это это самое меньше да я очень надеюсь что все у него получится и даже вот при всех скажем так вещах которые он сказал на этом интервью я понимаю что ему нужно было сказать некоторые вещи которые для для либеральной публики да они неприемлемы да но мы же прекрасно понимаем что россия сейчас разделилась и часть россии действительно поддерживает эти ну вот такие вот эту вот темную сторону да и поэтому для этих нужно говорить что-то именно так я думаю что у этого человека найдется все таки мудрость до разрулить ситуацию и померить вот эти две противоположные стороны но что поделать конечно сейчас все очень сложно и вот приходится иногда быть вот настолько дипломатичным и настолько обтекаемым да потому что надо опираться на всех кто будет приходить на выборы да в общем я не знаю как вам понравилось не понравилось то что я сделала поставьте лайк или дизлайк этому видео как вы считаете напишите в комментарии что вы считаете опять таки поддерживаете меня или не поддерживаете вот напишите все как есть я с удовольствием почитаю мне интересно ваше мнение поэтому жду от вас комментариев и ну дай бог чтоб все получилось так как должно получиться я держу кулачки удачи всем вам люблю вас всех очень сильно даже если вы со мной не согласны пока пока